Это для красного виноделия. Что значит красного Здción? Видна такие как каберне-савиньон и даже М allemод, в принципе, эту пиатринку можно сделать белыми, сильно окрашены. Савиньонблане можно сделать. Ну нет, савиньонблан – это другой сок. А у Каберне-савиньона – есть Каберне-Фрам, – есть Каберне-савиньон. Это скрещенные сорта, которые будут полезны с coffee係. Так что получается? Если мы проверим, даем ягодку виноградную соку габарнет, мы ее раздавили, капает сок практически белый, светлый. Если мы начнем его перетирать, а тем более нагревать, тем более бродить на этой ягоде, то кращевые вещества находятся в кожице. Если мы быстро отделили, мы можем получить так называемую габарнету белому, который используется для шампанского производства. Для того чтобы получить все необходимые, как, кстати, ароматические вещества находятся в кожице, это красящие. Поэтому мы закачиваем уже мезгу, миною, пресс непосредственно внутри емкости ферментера. Вот видите, здесь два таугара, что это за установка, это немецкая фирма Риггер, которая имеет внутри горшок. Что происходит? Если по-быстрому рассказать, то для того чтобы сделать красящие, они находятся в кожице. Что мы делаем? Мы закачиваем этот сок вместе с ягодой. Закачиваем ферментер. Забавляем туда дрожжи. Идет процесс ферментации. То есть начинает бродить дрожжи, которые, я вам сказал, специально для Каберне, свои, для Мирвоз, свои, начинают поедать сахара, которые естественный сахар, виноградный. Это глюкоза, фруктоза, другие сахара, которые находятся непосредственно в ягоде. Кстати, мы начинаем уборку, это очень важно. Сейчас вот лаборатория проверяет. Только при сахаристовстве винограда не менее 20%. Почему это важно? Потому что не только крепости делают, арт, вся ароматика, все крупные сахара.